Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевске начался ремонт берега укрепительной дамбы протяженностью более двух километров на реке Тиберда. Владикавказская школа космонавтики и специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук будут сотрудничать в реализации совместных проектов в области науки и образования. И спортсмены из Карачаевске стали призерами международного турнира по самбо. Далее подробно. На составшейся встрече главы региона Рашида Тимрезова с мэром Черкеска Алексеем Баскаевым обсужден ход работ по благоустройству республиканской столицы, обновлению транспортной системы и объектов социальной инфраструктуры. Встреча с мэром Черкеской Так, строительство Центра молодежного и инновационного творчества вышло на финишную прямую. Уже совсем скоро объект будет готов к открытию. Активно ведутся работы по капремонту среднеобщеобразовательной школы номер 3, реконструкции детской школы искусств и музыкальной школы. Благоустраивается Центральный парк, сквер на улице Ленина, парк вблизи завода РТИ. Большой фронт работ запланирован и уже ведется по ремонту дворов, дорог и тротуаров. В Карачаевске стартовали масштабные строительные работы по благоустройству общественной территории «Зеленый остров». Эта территория пользуется большой популярностью и является излюбленным местом у жителей округа, которые проводят здесь свой досуг, отдыхают вместе с семьями. Уже в текущем году она предстанет перед жителями полностью обновленной. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 5,5 гектаров. Напомним, в прошлом году Карачаевский кейс с проектом по благоустройству общественной территории «Зеленый остров» в Карачаевске стал победителем конкурса «Малые города и исторические сельские поселения». Город получил гранты в размере 70 миллионов рублей. Предусмотрено также софинансирование из республиканского и муниципального бюджетов. В рамках реализации проекта на территории «Зеленого острова» на набережной реки Тиберда планируется масштабное благоустройство. Здесь будут построены тротуарные дорожки, подъездная дорога, автомобильная парковка, установлены лавочки, урны, проведены инженерные коммуникации, освещение и пройдут работы по озеленению. На территории зоны отдыха появится горный креативный кластер с туристическим центром, спортивные детские игровые площадки. Кроме того, за счет частных инвестиций будет построено кафе на 105 мест, установлены павильоны. В Карачаевске начался ремонт берегоукрепительной дамбы протяженностью более двух километров на реке Тиберда. Это позволит защитить от паводка в территорию площадью более 35 гектаров и 280 домовладений. Ремонтные работы ведутся в рамках реализации государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Завершить планируются в следующем году. В этом же году также запланирован ремонт трех гидротехнических сооружений на реках Эшкакон в селе Джага и Малый Зеленчук в ауле Адыгихабль. Продолжается строительство новой дамбы протяженностью 2,5 километра на реке Уруб в юго-восточной части станицы Преградной. Региональное отделение Пенсионного фонда России начало прием заявлений на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. В районы и городские органы Пенсионного фонда поступило около 9 тысяч заявлений на более чем 14 650 детей. Срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале Госуслуг. Пособие рассчитывается с 1 апреля, независимо от последующего месяца подачи заявления. Так, семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за 2 месяца апрель и май. Если родители подадут заявление до 1 октября, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости. Семьям, где средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. В Карачаево-Черкесии в преддверии 77-й годовщины празднования Великой Победы специалисты «Газпром» газораспределения Черкесск провели техническое обслуживание газовых горелок на мемориалах «Вечный огонь». Работы выполнены в рамках постоянно действующей акции «Священный долг. Вечная память», рассказывает советник генерального директора «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Сергей Остриков. В группе компании «Газпром Межрегионгаз» существует акция, которая называется «Священный долг. Вечная память». И в рамках этой акции газовики совершенно бесплатно проводят техническое обслуживание этих вечных огней, регулировку, чистку. Из 11 огней, которые работают на территории Карачаева-Черкесии, 3 у нас постоянного горения, на которые поставляется трубопроводный газ постоянно, круглогодично. И 8, которые не постоянно, не включаются на время проведения праздничных мероприятий. Ну, мы следим за всеми мемориалами. Госавтоинспекция Республики информирует жителей и гостей о необходимости соблюдения всех мер дорожной безопасности в период майских праздников. Впереди праздничные выходные, а значит увеличится количество выездов граждан на транспортных средствах, к местам активного отдыха на природе, к дачным массивам, да и просто за город. Комментирует государственный инспектор УГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. При таком увеличении транспорта возможен и рост дорожно-транспортных происшествий, поэтому обращаемся к автомобилистам, байкерам и пешеходам и надеемся на их благоразумие. 3. Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и угрозой для окружающих. 4. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость и уважайте всех участников дорожного движения. 5. Пешеходы также должны быть внимательными на дороге, не пренебрегать мерами личной безопасности, в темное время суток носить световозвращающие элементы. 6. Переходить автодороги только по пешеходным переходам и только убедившись в безопасности перехода. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас. В Республике продолжается сезонная активизация клещей. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день официально зарегистрировано 26 случаев укуса клещей, 11 из которых дети до 14 лет. Для нашего региона важным фактором, ухудшающим эпидпрогноз, является соседство с неблагополучным в отношении заболеваемости Конго-Крымской геморрагической лихорадки, Старопольским краем и наличие выявленных в недалеком прошлом на территории Карачаево-Чрикесии вирусоформных особей, то есть клещей, являющихся носителями вируса, возбудителя КГЛ. С повышением среднесуточных температур воздуха и развитием травяного покрова начнется повсеместная активизация иксодовых клещей и массовое нападение их на животных и человека, в связи с чем необходимо соблюдать меры профилактики. Благодаря форуму «Дни карьеры в КЧР» молодежь сможет получить 500 тысяч рублей в виде гранта. Участвовать может любой желающий, на эти средства участники могут реализовать свой проект, причем направления могут быть разными, рассказывает министр по делам молодежи Карачаево-Чрикесии Ибрагим Татаркулов. Министерские лица, проживающие и зарегистрированные на территории Карачаево-Чрикесской республики в возрасте от 18 до 35 лет, имеют возможность подготовить свою инициативу в виде проекта и претендовать на получение финансирования в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Владикавказская школа космонавтики и специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии Наук подписали договор о сотрудничестве, который предполагает реализацию совместных проектов в области науки и образования, а также повышение квалификации педагогов. Прошедший на базе САОРАН форум по астрофизике ближе к звездам для учащихся старших классов Северокавказского федерального округа произвел большое впечатление на ребят и мотивировал их на продолжение изучения астрономии в углубленном формате. Планетарии и школа космонавтики открылись во Владикавказе в позапрошлом году по инициативе космического конструктора, лауреата Государственной премии СССР, ведущего специалиста НПО имени Руслана Лавочкина. Там могут обучаться порядка 300 детей не только Северной Осетии, но и других регионов Северного Кавказа. В рамках программы развития туризма «Больше чем путешествия», которая реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей», представители Российского общества знания, федеральных агентств по туризму, делам молодежи, а также Министерство науки и высшего образования страны побывали в Карачаево-Черкесии. Путешественники ознакомились с туристическими возможностями региона, определили основные естественные аттракции местности, оценили их состояние и решили задачу, какие объекты искусственной аттракции нужны курортам для продвижения с учетом сохранения природы. Гости посетили главные туристические точки, Нижнеархистский историко-архитектурный и археологический комплекс, усадьбу Тибердинского государственного биосферного заповедника, канатную дорогу на вершину Муса-Ачитара, а также оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа» и одно из промышленных предприятий по производству питьевой воды. Программа тура была довольно насыщенной. За четыре дня участники успели встретиться с заслуженными спасателями России, пройти мастер-класс по астрофотографии, встретиться с экспертами Института развития туризма на Северном Кавказе по сети «Кавказ», а также принять участие в деловой сессии с представителями Министерства экономики, тур-предприятий, Минтурмола, вузов Республики Новый Домбай. Курорты Северокавказского федерального округа в прошлом году посетили более 4 миллионов человек. При этом лидером по посещению стала Карачаево-Черкесия – 1 миллион 700 тысяч человек. На втором месте Старопольский край курорты региона посетили 1 миллион 300 человек. Большой популярностью пользовались и курорты Капризна-Балкарии и Дагестана. В эти субъекты направились немногим более миллиона туристов. Три экологических тур-маршрута в Тиберзинском государственном национальном парке открылись для посещения с наступлением весны. В частности, открылись маршруты на водопад Шумка по ущелью Аманаус до каньона Чертова Мельница и по ущелью Алибек до Алибекского водопада. В скором времени планируется открытие еще нескольких эко-маршрутов, закрытых для безопасности посетителей в зимний период. Ну и последняя информация. Спортсмены из Карача-Черкесии стали бронзовыми призерами международного турнира по самбо. Юношеские состязания «Победа» проходили в Санкт-Петербурге. Кобилку нашей республики бронзовыми медалями пополнили Алим Агержаноков, Адимир Кан Тамбиев и Абдуллах Балуров. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии облачная погода, дождь, утром в отдельных районах сильный, в горах со снегом, местами туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем при порывах до 11-14 метров, температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла, в горах от 0 до плюс 5 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавина опасность, в Черкесии дождь, туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем при порывах до 11-14 метров, столбик термометра поднимется до 9 градусов выше 0. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова